а салам алейкум джеки термен к издар бул каштанов минын каштанов реакшен канала макошки алдин издар и сегодня у нас будет реакция на видео под названием соловьев высказался про казахстан заткнул сидящего ребята давайте приступать к просмотру прежде чем мы приступим ультен рахмет за то что подписывайтесь на канал за то что остаетесь на канале кто еще не подписался внизу кнопка проходить и прожимайте и не забывайте включать колокольчик уведомления мы приступаем кетик я считаю киргизов нашими соотечественными потому что киргизы не относятся числу народов исторически проживающих в российской федерации а именно так говорит о соотечественниках закона госполитика и казахи на самом деле не относятся украинцы это вопрос спорный и таджики не остаются что из этого следует то что для них будет другая норма попадания граждане вот я не знаю мы хотим у меня есть вот у меня с этим очень большой вопрос вот когда началась великая отечественная война и когда с очень большой скорость немецко-фашистской гадина катилась по территории советского союза как много семей уехала и нашло приют в той самой среднеази который теперь соотечественники как много наших людей узнали тепло и заботу от тех кого теперь называют их надо бояться они непонятно какие вот мы сейчас будем платить подлостью за добро мы сейчас будем им гореть нет вы не такие тем кто спасали спасали семьи красноры это было 7 мы забудем и предадим у нас была одна страна мы должны сходя из этого сказать что уже мы хотим тогда должность что все давайте забудем общую историю давайте откажемся от общей победы давайте не будем приемники советского союза россия себя объявила как право преемник великой империи и мы должны понять кто мы мелкая региональная шушера или наследники великой империи если мы должны рассуждать на уровне непонятно кого который стремится только 7 минутной выгоде мы недостойны памяти и недостойны того подвига которые совершили поколение которые были до нас сейчас небольшая реклама потом продукт ну что ребят как бы присоединяюсь к словам конечно это все не надо забывать все вот эти исторические моменты даже несмотря на то что прошло 75 лет это была одна страна одна история и то как как это правильно сказать то как встречали там неважно кого немцев опять же русских до переселенцев репрессии кто с 30 тридцать седьмых годов да кто бежал вообще туда от этого всего там ну опять же ребят я сужу по комментариям ну и видео периодически вот такие смотрю где все это рассказывается чуть ли не последние спальное место до давали там чтобы гости уложить а сами непонятно где спали и всегда делили кровь кров и кров и пищу но конечно к соловьеву я отношусь так не совсем хорошо да можно даже сказать совсем не хорошо потому что ну как бы этот рупор кремля политика государства соловьев это все просто как бы что называется доносит простым языком а вот через свои передачи и сейчас у меня к нему прям такое себе отношение но тут вот этим с этими словами трудно не согласиться тут наверное как бы все-таки он прав ну даже немножечко как-то как-то странно слышать эти слова от соловьева в такой официальной передачи в своей авторской потому что вот опять же да делаю выводы исходя из тех видео которые я смотрел до этого ну там вот периодически ну как какое-то время назад на своем канале то что какие-то нападки идут на казахстан со стороны россии какие-то высказывания такие двухсмысленные которые не знаю как понимать и это же вроде как бы ну опять же да вот тоже как нет опять там говорил все-таки наверное это как я считаю и очень на это надеюсь это не политика страны в отношении казахстана это отдельные депутаты или отдельные какие-то люди которые обличены какой-то небольшой властью да пытаются высказаться в сторону казахстана как-то негативно ну или с каким-то двойным подтекстом и тем самым зарабатывают очки а все-таки официальная политика казахстана я думаю она нацелена на дружбы и плодотворное сотрудничество просто ну как бы я так понимаю во всех отношениях есть какие-то неудобные вопросы и острые углы до который как-то конечно безусловно надо сглаживать и здесь после просмотра вот этого видео наверное логически ну становится понятно почему так соловьев говорит потому что он как-то сказать транслирует отношения государства в целом казахстану то есть как бы тут дружеской дружелюбные я прям очень на это надеюсь что это так и есть надеюсь что это мне не просто вот сейчас кажется что я смотрю это и делаю какие-то свои умозаключения я надеюсь что это так и есть а вот еще раз да повторюсь а вот те высказывания это высказывание вот эти всяких никонов федоров как бы это политики не знаю наверное как сказать низшего звена да и они тем самым просто остаются всегда на плаву в медиа сфере ну как всегда вот они в одно время сказали да сколько уже прошло года три назад прошло а они до сих пор говорят и мне пишут в комментариях это как бы ну понятно дело да это народ за дело народ казахстана это все за дело и у вас это все вот как бы до сих пор злость на это какие-то вот непонятные вопросы возникают связи с этим а у эти сами федоров и никого наверное давно уже про это все забыли у них на повестке дня скорее всего какие-то другие вопросы которые тоже надо обсуждать чтобы опять же быть на плаву быть на плаву вот этой медийной сферы какой-то политической жизни вот и все ребят я думаю не больше не меньше и я прям очень надеюсь хотя еще раз скажу к соловьеву отношусь я скорее как бы со знаком минус знака плюса вообще нету по отношению к соловьеву не знаем как у меня не вызывает никакого доверия ну как у нас говорят пропагандист но здесь конечно он сказал слова такие которые безусловно приятные как казахстану и обычным жителям кто это все посмотрел и это как бы по факту так и есть это правда все что он сказал я полностью это все поддерживаю нельзя забывать независимости от того сколько лет прошло и еще раз повторюсь я прям очень надеюсь что мне не показалось то что вот то что сказал соловьев это как раз таки он и высказал политику страны государства по отношению казахстану к его жителям к истории которую была у нас никогда одна как-то так ребят ну тут принципе других мыслей быть не может если ты нормально адекватный человек и который трезво воспринимает человеческую речь до что называется и смотрит на мир нормальным трезвым взглядом до трезвым во всех отношениях этого слова трезвым так ребята ну думаю поэтому видео у меня все видео так коротко я уже тут сколько наговорил спасибо всем кто смотрит мои видео до конца и в частности это видео спасибо что посмотрели я вот знаете ребят я вот прям как-то вижу предназначение до моего канала хотя это конечно громко звучит предназначение или миссия до канала нет конечно нет это громкие слова но так или иначе я прям вижу что мой канал он есть и и был и наверное должен быть в будущем таким неким неким инструментом для налаживания отношений среди обычных людей вот я обычный человек хожу на работу у него семья ипотека все как у всех обычных нормальных людей и те кто меня смотрят я тоже думаю что вы плюс-минус такие же как я просто другой национальности в большинстве своем живете в казахстане и нам нечего делить у нас не может быть никаких ссор конфликтов когда я вас встречу я вас как сказать встречу гостеприимством надеюсь вы меня также так что все и прям очень на это надеюсь что все-таки мой канал это будет таким положительным моментом особенно вот читая некоторые комментарии и прям пишут раньше я думал что все русские там ну такие плохие ну как плохие это я так говорю так в кавычках плохие да там конечно были другие слова написаны но суть вы поняли после того как начал смотреть ваш канал или начала смотреть ваш канал то как вы мыслите как какие у вас взгляды на жизнь ну я понимаю что не все русские такие да не все я вас уверяю что большинство своем русские обычные жители вот такие как я конечно есть всякие маргинальные личности да и их немало а в соотношении того что россия 145 миллионов численность населения поэтому как бы с вашей точки зрения когда у вас пока еще 19 миллионов вам кажется что таких маргинальных личностей или каких-то там даже пишут скинхеды да какие-то там еще национально националисты кажется что их много их много да но масштабе страны их просто ничтоженное меньшинство вот так вот ребята пишите комментарии все что вы думаете по моим словам в принципе по этому видео не забывайте подписываться на канал кто еще не подписался и ставьте лайки все давайте ребята всем удачи пока